Ну давайте начнем. Начнем мы с того, что такое реализм. И чтобы нам про это говорить, нам вообще-то нужно сначала чуть-чуть определиться с тем, что такое реализм вообще. А чтобы говорить о том, что такое реализм, нам нужно понять вообще, что такое реальность. И тут у нас начинается первый слайд. Про реальность говорят много людей, говорят разные люди. И, собственно, когда мы начинаем сомневаться в реальности того, что происходит, то возникают сюжеты, которые напоминают нам всем фильм «Матрица». Реально ли то, что мы видим вокруг, или может быть есть какая-то другая реальность, о которой мы не знаем и так далее. И, собственно, если мы посмотрим «Матрица», то мы увидим, что авторы этого фильма хорошо схватывают ключевую характеристику реальности. То есть, если мы понимаем, что то, что мы видим, то, что мы понимаем, не совсем реально, то значит, с этим не совсем реально что мы можем делать? Что там может происходить? Мы можем ее изменять таким образом. То есть, здесь возникает следующий слайд. Мы можем делать вот так. Потому что это нереальность. Это означает, что то, что происходит вокруг меня, я могу менять по собственной воле или по собственному желанию. Соответственно, мы понимаем, что реально тогда, когда какое-то явление никак не изменяется просто по моему желанию или по моей воле. Соответственно, если давать жесткое определение, классическое определение, то реальность определяется в философии и психологии как... Сейчас будет сложное определение, да? Реальность определяется как свойство, присущее феноменам иметь бытие, независимое от сознания. Это если сложно. Если по простым, более простым языком про это сказать, то реальными являются те вещи, которые существуют помимо нашей воли и желания. Хочу я это или не хочу, желаю или не желаю – это и есть. Если сказать совсем просто, то реальность – это то в нашем восприятии, от чего мы никак не можем отделаться. То есть мы не можем выключить по щелчку, мы не можем вот так вот остановить пули, и если мы с этим ничего сами по своему желанию поделать не можем, тогда мы говорим, это не в моем воображении существует, это действительно существующая некоторая реальность. Реальность, которую мы бы назвали объективной. Соответственно, когда мы говорим про реализм, реализм имеет дело с тем, что мы каким-то образом эту реальность можем понять. Соответственно, реализм бывает разным. И первый вид реализма – это наивный реализм. Что такое наивный реалист? И что означает слово наивный? Это не означает глупый ни в коем случае. Наивный означает обыденный, неотягощенный какими-то специальными знаниями. И в этом смысле мы все с вами наивные реалисты, точно так же, как все мы с вами наивные субъекты, как говорят психологи-экспериментанты. То есть кто такой наивный субъект? Это обычный человек, который не объявлен никакими специальными знаниями, методами и так далее. Вот если мы говорим про профессионала и профессиональное знание, допустим, то это уже не наивный человек, а это уже профессионал, эксперт или как-то иначе. Соответственно, когда мы говорим про наивный реализм, в чем есть особенность? Наивный реализм происходит в предположении, что то, что мы видим, то, что мы воспринимаем, в принципе, соответствует реальности. То есть мы можем понять эту существующую, независимо от воли и желания, реальность через то, что я вижу, понимаю и воспринимаю. То есть я вижу и воспринимаю так, а не иначе, не так, как я хочу, а так, как я вижу, потому что то, что я вижу – реальное. То, что я слышу – реальное. Соответственно, тут есть еще одна тонкая вещь. Есть же галлюцинация, как вы понимаете. И для тех, кто галлюцинирует, они реально. Но мы понимаем, что они не в реальности. Мы таких людей называем сумасшедшими. То есть, в принципе, сумасшедшие люди – это люди, которые существуют в несколько иной реальности. Их реальность – это не та реальность, в которой существует все остальные. Здесь мы выходим на проблему того, что есть реальность физическая, есть реальность социальная. И социальная реальность – это все сложнее. И я надеюсь, что я в рамках одного аудитории, наверное, в 15 на 4 в Самаре, вы, наверное, знаете, что есть операция в 15 на 4. И я там, наверное, буду представить о том, что такое социальная реальность. Но это вот дело будущего. Мы сейчас не будем останавливаться на этих вопросах. Нам важно то, что, когда мы говорим про реальность, мы еще понимаем, что мы находимся в реальном мире, когда наши впечатления, наше восприятие согласуются с тем, как люди это воспринимают вражающую действительность людей. Но мы понимаем, что мы сами можем заблуждаться. И не всегда наши выводы о реальности верны. И люди пытаются понять, когда мы ошибаемся, когда мы не ошибаемся, и проверять, действительно ли они правильно воспринимают то, что мы воспринимаем. Эта установка вопроса возникла в философии, собственно, с древних времен, разрабатывалась еще у Канта и дальше в немецкой философии. И к 19 веку формируется такое направление, как научный реализм. Это зонтичное понятие, куда ходят разные направления. Но, в принципе, если совсем просто, то научный метод – это то, что мы сейчас называем современной версией научного реализма. То есть, научный метод и научный реализм не полагается просто на наше восприятие, он стремится проверить, нет ли каких-то субъективных искажающих факторов, которые заставляют нас видеть события так или иначе. И выясняет, что, конечно, эти факторы есть, и научный метод всячески старается все субъективные вещи из фактов, которые мы изучаем, убрать и тем самым получить знания, которые будут надежным, достоверным, на которые мы можем упираться. Наконец, есть третье направление, которое часто называется критический реализм. И это отдельное направление, которое есть и философское, и практическое. И оно связано с тем, что оно задается вопросом о том, что мы принимаем как данные, как само собой разумение. То есть, те вещи, про которые мы, как правило, не задаем вопросы, про которые на самом деле вопросы задавать нужно. Это уже двадцатый век, это больше качественная методология и качественное исследование. То есть, реализм – это такой сложный фактор. Мы сегодня будем говорить про наивный реализм, так как про это говорят психологи. Понятие наивного реализма в психологии ввел в этот термин психологии, подробно его изучал профессор Стэнфордского университета Ли Рос. Это человек, который, вы бы сказали, широко известен в узких кругах. Под узкими кругами я принимаю психологов и социальных психологов. Это известный специалист, имеющий большое количество публикаций. И, собственно, если вы изучаете эту социальную психологию, то вы, скорее всего, с этой фамилией так или иначе встречались. Но если даже с Росом вы не встречались, на русском языке он известен как соавтор, внучастник книги с Ричардом Мизмиттом «Человеку ситуация». Но если тут есть психологи, то если вы не знаете фамилию Мизмита, то вы не знаете социальную психологию. Рос еще можно, так нельзя. Так вот, Ли Рос занимался человеческим восприятием, и он занимался ошибками в приписывании причин, прежде всего. То есть, он изучал то, как люди приписывают причины в предстоящем событии. То есть, как мы отвечаем на вопрос, а почему происходит то, что происходит, и если мы говорим про социальную психологию, почему люди ведут себя так, а не нашу. И поскольку мы говорим про ошибки атрибуции, то очевидно, что Рос обнаружил, что люди очень часто неверно интерпретируют причины поведения других людей, а не просто-напросто делают ошибочное заключение. Соответственно, исследований достаточно много, и в 80-е годы, ну, 80-е годы окончательно, а первые разумки были во второй половине 70-х годов, я их сегодня буду упоминать, он обозначил комплекс феноменов, который он обнаружил, термин «наивный реализм», поскольку он очень хорошо подголосовывает тем, что про это говорят философии и остальные навыки. Ну что ж, давайте теперь остановимся более подробно на основных положениях наивного реализа. На русском языке есть замечательная приведенная статья «Рос и Ворда», и я сегодня в лекции периодически буду ее цитировать. Вот три принципа наивного реализма, указанного в этой статье, и первый звучит так, да. «Я вижу объекты и события такими, каковы они в действительности». Спорное утверждение, да. Понятно, что это, ну, категоричные несколько утверждения, что мы с вами понимаем, наверное, мы их видим не совсем такими, какими они действительно есть, но мы сейчас не будем уходить в эти тонкости, а скажем просто, что да, мы видим вообще-то с вами окружающий мир примерно одинаково. Даже если он не такой, как он есть на самом деле, но мы его видим таким, потому что и человеческая психика так устроена, но то, что есть в нашем восприятии, связано, оно такое потому, в том числе, что мир такой, да. Да, потому что мы еще так видим, так и встроена от зрителя, анализаторы и все остальное прочее, но в том числе и потому, что мир такой. То есть то, что мы с вами видим, это в том числе, хотя не только, потому что такова сама реальность. Нам важнее следующий момент, то, что пишут дальше. Мои убеждения, предпочтения, приоритеты и так далее проистекаются относительно беспристрастного, непредвзятого и значительной веры непосредственного, кавычки в оригинале, понимания имеющихся данных или информации. Если сказать проще, о чем здесь говорит Росс? Он говорит о том, что люди способны рассуждать рационально. И те выводы, к которым люди приходят, они могут приходить в результате рациональных рассуждений и рациональных заключений. Здесь не говорится о том, что мы никогда, что мы всегда рассуждаем рационально, да. Понятно, что мы бываем в эмоциях, и в эмоциях мы что-то скажем, сделаем какой-то вывод, потом думаем, что-то я, наверное, погорячился, я что-то не так сказал, или я недостаточно полно проанализировал информацию, который у меня есть, да, или меня там, говорят на русском языке, бес попутал. То есть мы не говорим, что люди так рассуждают всегда. Но в принципе, человек способен рассуждать рационально, и по важным вопросам мы вообще-то принимаем решение, как правило, не в эмоциях. А как правило, мы стараемся взвесить все за и против, найти логические аргументы и принять взвешенные решения. Поднимите руку те, кто не умеет логически рассуждать, кто не принимает никогда логических решений. Нет? То есть, молитвы... Трудно оценить, когда такой вопрос, да, я думаю, как действительно, как я принимаю решение, может быть иллюзия, что это логическое. Но у вас есть как бы способность рационально рассуждать? Сама по себе? Я надеюсь. Вот, да. Мы, по крайней мере, надеемся, что она есть и из этого исходит. То есть, да, иногда я рассуждаю нерационально, да, у нас есть когнитивные искажения, это может быть тема ещё одной реакции, да, иногда бывают эмоции, но в целом я способен рационально рассуждать. Следующее положение на его реализм касается других людей. То есть, рост говорит о том, что у других рациональных наблюдателей возникнут в основном те же, что и у меня, реакции, действия и мнения при условиях, смотрите, что им была доступна та же самая информация, что и у меня, да, и что они переработали информацию, осмыслили её достаточно вдумчиво и непредубеждённо. То есть, если я проанализирую всю информацию, которая у меня есть, вдумчиво и непредубеждённо, и приду каким-то выводом, то другой человек, оказавшись на моём месте, получив ту же самую информацию, и также вдумчиво и непредубеждённо переработав эту информацию, придёт к тем же самым выводам, да. Мы уже понимаем, почему возникают разногласия с точки зрения наивного реалиста, да. По двум причинам, да. Вы видите, мы об этом дальше скажем. То есть, либо у него информации было недостаточно, либо он просто не потрудился вдумчиво и рационально её переработать, потому что, ну, мы скажем потом об этом речь. Согласны с этими планами? Они логичны, они здравы, они не противоречат нашему опыту, они согласуются, ну, с тем, как мы вообще живём и существуем. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Росс наглядно показывает, что в результате этих двух предположений мы приходим к некоторому феномену, который известен как феномен ложного согласия. А именно, нам кажется, что точка зрения, которой мы придерживаемся, оценки, которых мы придерживаемся, они более распространены, чем это есть на самом деле. Это не означает, что все придерживаются той же самой точки зрения, что и я, что все будут вести себя так же, как и я в этой ситуации, но нам кажется, что таких людей, которые думают так же, как я, и ведут себя так же, как я, намного больше, чем это есть на самом деле. И это было продемонстрировано в ряде экспериментов. Про один из тех я расскажу. Есть такая сеть ресторанов быстрого питания, называется УДЖО. Вот типичный американский ресторан быстрого питания. Это ресторан. В Америке это ресторан. Как и Макдональдс. Если вы не знали, Макдональдс – это ресторан. Ну, как и многие другие, соответственно, рестораны в Америке. Чем известен вот этот ресторан УДЖО? Тем, что основой рекламной кампании были вот такие люди-бутерброды. Вот это пример бутерброда рекламного, когда человек ходит с навешанными плакатами спереди и сзади, на которых написано, соответственно, рекламная форма. Там была напряжена, как правило, тема, и надпись, соответственно, «Обедайте УДЖО». Ну, вот так вот это примерно выглядит. В чем заключался эксперимент? В кампусе Стэнфордского университета экспериментаторы подходили к студентам, которые ходили по этому кампусу, и предлагали им следующее. Мы предлагаем вам принять участие в одном психологическом эксперименте. В ходе этого эксперимента вам нужно будет в течение полчаса ходить по кампусу университета с этим плакатом бутерброда. При этом экспериментаторы явно говорили, что если вы не хотите в этом участвовать, вы всегда можете отказаться. Но если вы примете участие, то в процессе исследования вы узнаете много интересных фактов о социальной психологии и о том, как устроены. Вот такое вот предложение. Ну, представьте себя на месте этих инструментов, которым подходит с таким предложением, предлагает походить вокруг, нацепив на себя бутерброд, с которым вам знатно все обидуете лучше. Много ли человек из вас согласился? Кто согласился бы? Ага, ага. Хорошо, спасибо. Да, но у нас мало кто согласился в этой аудитории, да? Ну, наверное, как-то понятно, что это некорректно спрашивать на публику. Наверное, если вы писали на листочках, может быть, согласилось бы больше людей или нет, я не знаю. Но нам важны некоторые результаты. Значит, смотрите, что сделали Рос и его коллеги. Они спросили, согласится ли человек, а потом они спросили, как вы думаете, сколько человек сделает такой же выбор, как вы? Т.е. у тех, кто согласился или спрашивали, как вы думаете, сколько процентов людей согласятся, а у тех, кто не согласился или спрашивали, как вы думаете, сколько процентов людей не согласится. И вот какие были полученные результаты. Я думаю, что они достаточно наглядные. Можно сказать, да, мы видели, что среди студентов в американских колледже примерно половина согласилась и примерно половина согласилась. И в среднем, если вы посмотрите следующие цифры, видно, что примерно две трети считают, что остальные сделают такой же выбор, неважно какой это выбор. А те, кто согласились, считают, что согласятся две трети студентов, а третьи согласились. Те, кто не согласились, считают, что не согласятся две трети клиентов, а треть согласится. Понятно, что в данной ситуации мы можем говорить про то, что люди считают, что их способ поведения оказывается куда более распространён. Мы потом попытаемся объяснить, почему так происходит, а пока просто ещё один маленький факт, что вот этот феномен, который получил название феномен ложного согласия или ложного консенсуса, когда моя точка зрения кажется более распространённой, касается и многих других вещей. В частности, в этой работе и в последующих исследованиях Джиловича, который повторял эксперименты Россо и коллег, и делал их для своих, было показано, что если мы предложим другой выбор, например, какой ваш любимый цвет, в частности, Джилович предлагал на выбор цвет загара, лёгкого загара и цвет аквамарина. Он точно так же спрашивает, какой цвет нам больше нравится и как вы думаете, сколько человек выберет такой же цвет. И мы видим, что люди переоценивают количество тех, кто, как они думают, выберут такой же цвет. То же самое касается и музыкальных предпочтений. В конце 80-х годов Джилович спрашивал о предпочтении музыки какого периода? 60-х годов? То есть, это период Битлз и период дипломании. Либо 80-е годы. 80-е годы – это, соответственно, новая волна. То же самое мы видим, что люди переоценивают количество тех, кто выберет тот же самый музыкальный период, что они знают. Давайте дальше. Ну и наконец, если люди придерживаются каких-то иных точек зрения, почему это происходит? И в принципе, тут мы переходим к тем пунктам, про которые я вкратце уже сказал. Но вот как это формулирует Рост и Лорд. Во-первых, первый вариант заключается в том, что люди просто недостаточно информированы. Им просто не сказали то, что не сказали. Или «я не знаю то, что сказали им». Соответственно, как нам разрешить противоречить? Достаточно просто. Мы садимся, обмениваемся всеми знаниями, которые у нас есть по поводу дискуссионного вопроса. И когда у нас знания одинаковы, мы неизбежно, будучи рациональными людьми, придем к одним и тем же людям. Если этого не происходит, то почему этого не происходит? Тогда возникает второе объяснение, которое возникает. Что люди, с которыми я беседую, возможно, не хотят глубоко думать над тем вопросом, про который мы с вами говорим. Либо им как-то неинтересен этот вопрос, поэтому они хотят в него погружаться. Либо они просто не способны так же глубоко и обстоятельно думать, как и я. То есть, грубо говоря, либо им это не важно, либо это пофигу. Либо они туповаты, грубо говоря. Ну и вообще с ними может быть что-то немножко не так. Но смотрите, часто бывает так, что мы понимаем, что мы имеем дело с вполне адекватными, вменяемыми людьми, которые вполне могут драбо рассуждать. И мы вроде бы обменяли все имеющиеся информации, а они по-прежнему упорствуют на своем. Почему? Они хотят нам наградить. Один вариант. Им трудно расстаться со своими убеждениями. То есть, смотрите, если трудно расстаться со своими убеждениями, значит, они нерациональны и ленивы все-таки. Сложно это. Я-то могу расстаться со своими убеждениями, если нужно? А они нет. Это больше второй пункт. Все нерациональны. А? Все нерациональны. Они все нерациональны. А почему они нерациональны? Либо потому, что ленивы, либо потому, что не могут. Но если они неренивы, если они могут, то почему? Может быть, я неправ, но смотрите, мы обменялись точками зрения. Я рассуждаю логически. Я не понимаю, что они неправы. Мне кажется, я рассуждаю рационально. У меня не только второй пункт. А почему? С самой точкой зрения субъективны. Откуда мы обменялись информацией? Смотрите, у нас исходная информация та же самая. Ну, наша информация нам довольна. Ага, ага. Вот. То есть, опять мы приходим на убеждения, на то, что... и так далее, да? То есть, возникает третий ответ про то, что они тенденциозны или предубеждены в силу идеологии, эгоистических соображений. Им это, может быть, зачем-то надо. Или потому, что действительно вот они так вот... Им сложно растать собственные убеждения, потому что они действительно в это убеждены, в это верят. Им заплатили. Им заплатили. Да? То есть, есть какой-то другой искажающий фактор, который мешает им быть рациональными. Да? Это может быть, опять же, внешне им заплатили, это может быть внутренне, потому что они какие-то вот... либо ленивые, либо не совсем рациональные, либо они очень предвзятые, ну, просто потому, что они сами придерживаются других ценностей, других убеждений. Потому что мы, вообще-то, бывает, придерживаемся разных убеждений. Ну, политических, социальных, каких угодно, еще. Если человек придерживается других убеждений, то это дело в нем, в его ценностях, убеждениях и так далее. Логично? В русском жиле, отца и ребенка. Например, там, в русском жиле, отца и ребенка. Да? Это ценности поколения. Логично? Правильно же? То есть, это, вообще-то, все встроено. И, когда... То есть, смотрите, это не так уж и наизм. Это, вообще-то, выглядит очень здравым смыслом. Не выглядит. А? Не выглядит. Не выглядит. Почему не выглядит? А кто мне сказал, что вы не трендециональны? Смотрите, я пытаюсь всеми силами, ну, рационально... Это ваше отрывание. Я сказал, что вы не трендециональны. Да, да. Я, конечно, тоже могу быть трендеционным, да. Но, смотрите, если я всячески пытаюсь проанализировать эти вещи... Я же, в принципе, знаю, что я могу непредвзято, как это делать. То есть, мы можем, конечно, допустить, что мы все в какой-то степени трендеционны, и объяснять тем самым наши различия, наши расхождения, опять же, тем, что мы все придерживаемся определенных ценностей, убеждений и так далее. Штука вот в чем. Дело в том, что даже когда мы говорим про различия в базовых тендецах и базовых убеждениях, это не совсем так. И наивный реализм, он наивен не только в этом. И я сейчас постараюсь показать, в чем они. Ну, во-первых, смотрите, когда мы говорим про примеры предубеждений, это вот, я, правда, подписью здесь не перевел, это скриншоты статьи Фелтера и Робинсона, которая только в 1996 году, где они предложили людям ответить на вопросы по некоторым спорным моментам. Это были студенты университета и преподаватели университета в разных исследованиях по-разному. Нам здесь не важно даже, какие конкретно были предложены вопросы, потому что они многие касаются либо специфики университета, либо специфики вот американской культуры. Первый из полных – это дискуссия по поводу сокращения бюджета университета, то есть на что мы будем тратить бюджетные деньги, вот бюджетные университеты, которые есть. Вот второй пункт нам более близок, потому что второй пункт касается проблемы разрешения или запрещения аборта. То есть здесь две точки зрения. Либо аборты нужно запретить, поскольку аборт – это убийство, и это, соответственно, лишение жизни живого существа, либо альтернативное точка зрения, что аборты нужно разрешать, потому что женщина имеет право распоряжаться собственным телом. Вот как бы крайняя точка зрения, которая здесь существует. Ховард Бич – здесь наиполее дневматичный разрыв. Это конкретный инцидент, который произошел в Калифорнии в то время и обсуждался в прессе. Он был связан с тем, что при погоне за чернокожим подозреваемым белый полицейский применил бесстрельное оружие, в результате чего подозреваемый, необвиняемый даже подозреваемый, был убит. И насколько это, соответственно, полицейский имел право использовать некоторые оружие в данном случае. И западный эконом, последний столбик – это был опрос, который провалился среди преподавателей филологического факультета о том, на каком материале нужно преподавать студентам-филологам западную литературу. Какие книги должны входить и как мы должны об этом говорить. Белые столбики показывают реальные различия. То есть, что здесь было сделано? По каждому вопросу была создана анкета, где каждый человек мог, соответственно, выразить, в какой степени он согласен или не согласен с теми или иными утверждениями, которые касаются перечисленных здесь вопросов. Соответственно, ему предлагалось заполнить анкету два раза. Первый раз он заполнял ее сам, при этом указывал, в какое точке зрения он сам исполняется. А второй раз он заполнял эту анкету с точки зрения типичного, с его точки зрения представителя, типичного человека, который поддерживается противоположной точки зрения. То есть, смотрите. И в итоге мы можем посчитать средний процент расхождения между ответами. И белый столбик показывает реальную разницу между средними и ответами сторонников одной точки зрения и другой. А черный столбик показывает разницу между представлениями о том, насколько моя точка зрения отличается от тех, кто придерживается другой точки зрения. И мы видим самую следующую вещь. В восприятии в два-три раза нам сторонники другой точки зрения кажутся более отличающимися от нас, чем это есть на самом деле. То есть, в нашем восприятии те люди, которые придерживаются другой точки зрения, они не совпадают с нами намного сильнее в частных вопросах под той проблемой, про которую мы ведем речь. Понятно, как бы, сама ситуация? То есть, мы вообще-то переоцениваем, в чем мы расходимся. Нам кажется, что другие люди сильно отличаются от нашей точки зрения, в то время, как, если мы говорим более детально, выясняется, не в процессе диалога, а вот таким косвенным методом, что этих различий на самом деле меньше. Мы потом увидим, насколько это может быть драматично. Соответственно, вот тут важный очень момент. Рос и Уорд говорят про то, что мы, когда объясняем поведение других людей, мы исходим из того, что мы реагируем на одни и те же события. Но в то же время, они говорят, что мы вообще-то реагируем, видимо, немножко на разные события. То есть, дело не в том, что мы не получили всю информацию. Мы даже, когда получили одинаковую информацию, это не означает, что мы воспринимаем ее одним и тем же способом. Как говорил один из крупнейших психологов второй половины 20-го века, начало 21-го века Джером Грунбер, в восприятии люди выходят за пределы наличной информации. Что это означает? Я чуть-чуть прокомментирую. Помните, мы с вами говорили про то, что вот этот феномен ложного согласия, он проявляется и когда мы спрашиваем про цвет, и когда мы спрашиваем про музыкальные произведения. Смотрите, мы задаем один и тот же вопрос. И люди отвечают на этот вопрос. И нам кажется, что все понятно. Но что сделал Джилович после исследования Роса с коллегами? После того, как Рос и коллеги просто задали этот вопрос, Джилович пошел дальше. Спрашивая про цвет, он предлагал искультуемым показать на цветовой палитре, а какой цвет они считают цветом легкого загара, а какой цвет они считают аквамарином. Так вот, люди показывали разные цвета. Понимаете? Мы им дали абсолютно одну и ту же информацию, но восприятие, когда мы представляем себе эти цвета, каждый представляет их себе по-разному. То же самое касается вопроса про музыкальный период. Мы спрашиваем, какую музыку вы предпочитаете? 60-х или 80-х годов? Как вы думаете, сколько людей предпочитать тот же период, что и вы? Джилович после этого задает следующий вопрос. А когда вы думали о музыке 60-х годов, какие композиции вы вспоминаете? Когда вы думали о музыке 80-х годов, какие композиции вы вспоминаете? Ну, конкретно, и выясняется, что люди, которые выбирали 60-е годы, думали про композиции 60-х годов, думали совсем не про те композиции, про которые думали те, кто выбирает музыку 80-х годов. И то же самое касается те, кто выбирает музыку 80-х годов. Понятно, в чем суть? Мы даем абсолютно одну и ту же информацию, мы говорим абсолютно одни и те же слова, но люди, когда слышат эти слова, когда они слышат или видят то, что мы им показываем, видят больше, чем мы им говорим, слышат больше, чем мы им говорим, и реагируют на то, что они слышат и то, что они видят, а не на то, что мы им говорим и то, что мы им показываем. Люди, как говорит Джером Бруннер, в восприятии выходят за пределы наличной информации. И да, нам кажется, что мы реагируем на одни и те же события, по факту мы реагируем на разные интерпретации этих событий, которые выходят за пределы самих событий. Ещё один наглядный пример. Вы, может быть, знаете, что такое дилемма узника? Вот я вижу один человек с головой. Я тогда скажу, что такое дилемма узника в классическом варианте. Вот эта задачка, на этой картинке добавлены условия этой задачи. Здесь, соответственно, я покомментирую. Задачка следующая. Поймали двух преступников, которые совершили преступление. Их развели по разным камерам и ведут независимый допрос. Соответственно, у каждого из них есть выбор. Либо сознаться, либо не сознаться. Но при этом, смотрите, последствия вашего выбора, они зависят не только от вас, но и от того, сознается или не сознается ваш сообщество. И, соответственно, здесь варианты выбора. Здесь С, это означает сотрудничество с полицией, т.е. сознаться. И Д означает скрыть правду, уйти вне сознания. И смотрите, вот цифрами показывается количество лет заключения, сколько получит каждый из них при разных выборах этих двух людей. Если каждый сознается за то, что они раскаиваются, за то, что они проявили сотрудничество в доброй воле и уже встали на пути справления, им дается символический срок в один год в деревне заключения. Если они оба не сознаются, то тогда они получают серьезный срок в 5 лет. Другая ситуация возникает в том случае, если один сознается, а другой нет. Тогда вся вина идет на того, кто сознался. Он такой плохой, да, т.е. он сознался, это он виноват, ему 10 лет, а тот, кто ушел в несознанку, против него у них нет, у него чистая стоимость отпуска. Теперь, смотрите, если мы посмотрим, какая стратегия оказывается более выигрышной для второго узника в зависимости от того, что отвечает первым. Смотрите, если первый сознается, да, это верхняя строчка, то что будет более выгодно? Тоже сознаться и получить один год. Либо уйти в несознанку и уйти свободно. Очевидно, уйти в несознанку. Лучше я уйду свободно, чем буду здесь один год. Если первый узник не сознается, то что мне лучше? Сознаться и получить 10 лет по полной? Или уйти в несознанку и получить 5 лет с ним наравне? Очевидно, что лучше получить 5 лет с ним наравне. И смотрите, если я рассуждаю независимо от выбора другого человека, и если другой человек так же рационально рассуждает, как и я, то мы оба уйдем в несознанку и каждый повыше по 5 лет. Но если бы мы оба сознались, то мы бы получили всего-навсенную погоду. Понятно, что мне вообще-то хотелось бы сидеть один год, а не пять. И в этом случае стоит, наверное, сознаться, но это имеет смысл делать только в том случае, если другой человек тоже сознается. А я не знаю, сознается. Соответственно, вот эта модель использовалась очень часто в играх, которые рассматривают процессы доверия, недоверия и как она вообще функционирует. Эта классическая модель, ее можно совершенно в разных условиях формулировать. В исследовании, про которое я дальше хочу сказать, была использована экономическая версия делимузника. Представьте себе две компании, которые заключают договор о сотрудничестве. Если обе компании выполняют условия этого договора, ну, допустим, вы вкладываетесь в рекламную кампанию, то каждая компания получает плюс 20 долларов, тысяч долларов, неважно. Если вы не сотрудничаете с обе компанией, то никто ничего не получает. Но если одна компания вкладывается, а другая вместо того, чтобы заниматься рекламной кампанией, соответственно, закрепает все прибыль, то та компания, которая вложилась, получает минус 20, а вторая, которая не вложилась, получает плюс 60. Это те же самые условия, если вы посмотрите, да. В принципе, никакого рационального основания вкладываться, если мы рассуждаем и зависим от поведения другого человека, здесь нет. Поверьте, если первый игрок выбирает сотрудничать, то мне выгоднее конкурировать, я получаю 60 очков, а не 20. Если первый игрок выбирает конкурировать, мне выгоднее тоже конкурировать и получить ноль, а не минус 20. И в итоге каждый выбирает конкурировать, и мы остаемся при своих. Но если бы мы сотрудничали, то каждый получал на плюс 20. То есть, да, это условия такие, которые ставят вас в такую дилемму, да. Я, конечно, могу заботиться только о своих интересах, но тогда я, скорее всего, останусь при своих. Да, ну, если я постоянно буду конкурировать, да, потому что, смотрите, если в дилемме узника мы один разделим выбор, то вот этот экономический вариант можно повторять 10 раз, 20 раз. И тогда, соответственно, я могу сделать первый ход и потом учесть, как ведет себя мой партнер, да, игрок, с которым вместе я играю в эту игру. И если он, зараза такая, конкурирует, то я больше предоставляться сотрудничать не буду. Понятна логика, да? То есть, мы можем сделать серию ходов и посмотреть, к чему люди приходят, да, они всегда конкурируют, либо они кто-то пытаются выстраивать отношения к сотрудничеству, и получается ли это у них. Понятная логика. Правила понятные. Вот если я сейчас вам предложу создавать такую игру, и вы не знаете, с кем вы играете, да, вот второй человек, вот он где-то по интернету в другую комнату. Ну, предполагайте для себя, какой ход бы вы сделали? Вы бы рискнули сотрудничать, надеюсь, что другой человек тоже риснет сотрудничать. или вы решите конкурировать, обезопасив себя от проигрыша и с возможным выигрышем, вот, 60 баллов, если тот такой вот дурачок и лопух решит сотрудничать. Да? То есть, вы можете про себя сделать этот выбор. Смотрите, правила понятны, да? Понятно, что мы можем как угодно назвать эту игру. Ну, как угодно. Да? Ведь не важно, как их называть. Правила состоятся теми же самыми. Что, соответственно, делают социальные психологи? Они собирают две группы. И дают им абсолютно одинаковые правила. Вот примерно те, которые я сказал. Я не нашел оригинал статьи, я читал изложения, да? Ну, об обложенной работе. И там точных вот этих вот платежной матрицы не проведено. Но логика именно вот эта самая. Нас интересует, сколько человек выберут сотрудничество либо конкуренцию. Разница между группами была в том, как называлась эта игра. В первой группе эту игру назвали община. Точнее, сообщество, да? В английском языке это слово community. Ну, то есть, это про то, что мы вместе, да? Про то, что мы друг с другом взаимодействуем. А во второй группе эту игру назвали Wall Street. И ассоциации с Walk of Wall Street, с Дикаприо, здесь будут не случайно. Да? Все. Никаких других различий не было. Вся остальная инструкция была дословно одной и той же. Все, в чем размечается. Сейчас мы с вами сыграем игру, которая называется община. Либо сейчас мы с вами сыграем игру, которая называется Wall Street. Как вы думаете? Вот одно изменение названия. Вы, правда, понимаете уже, потому что я про это говорю, или про название темы. Насколько сильно влияет название на то, какой ход делают игроки? Достаточно сильно. Теперь смотрите, я задам еще один вопрос. Предварительно, поскольку это было опять же студентами университета, исследователи опросили их одногруппников. Как им кажется, вот тот человек, который будет испытуемым, он кто? Он скорее сотрудничающий или скорее конкурент? Он скорее какой ход сделает? Он будет сотрудничать или конкурировать? И у нас была еще одна, то есть не у нас, а у этих авторов была еще одна переменная. Мы разделили всю выборку на тех, кто по мнению других студентов, которые учатся не первый год с этим человеком, скорее будут сотрудничать и на тех, кто скорее будет конкурировать. Как вам кажется, насколько отличаться будет поведение тех, кто склонен к сотрудничеству, по мнению коллег, и тех, кто склонен к конкурировать? Ну на сколько процентов? Наверное, на том же графике, который вы показываете в первой части лекции. То есть где-то две трети сотрудничать будут сотрудничать, и треть не будет, да? И две трети конкурентов будут конкурировать, а треть конкурировать не будет. Внимание на экраны! Внимание на результаты! Значит, смотрите, черный столбик – это скорее сотрудничающие, а серый – это скорее, ну, я здесь назвал передвижники, то есть скорее не сотрудничающие. И это у нас процент кооперативных ответов, да? Смотрите, с левой стороны у нас два столбика про первый раунд, а с правой стороны – это средний по всем раундам. И мы видим, что если мы называем игру сообщества, комьюнити, две трети, то есть порядка 70%, больше чем две трети, выбирают сотрудничать на первом ходу, и в среднем две трети ответов сотрудничающих. И неважно, каким вас человеком считают – сотрудничающим или наоборот – первичным. Если же мы называем игру Уолл-Стрит, процент сотрудничающих ходов падает драматично, падает в два-два с лишним разума – 35-35%! Вы видите, что в данном случае разницы никакой нет, и более того, скорее передвижники даже иногда чуть больше сотрудничают. Но я могу сказать, что все вот эти различия между черным и серым столбиком, которые стоят рядом, они статистически незначимы, то есть мы их вполне можем считать случайными. Но вот разница между вот этими колонками сама по себе далеко не случайна. Выясняется, что какой будет ход первым, и сколько ходов будут сотрудничающими, в сильной степени зависит от того, как мы назовем эту игру от одного слова, и практически никак не зависит от того, считается ли человек сотрудничающим, либо наоборот он прежний. Выясняется, что дело не столько в личностных качествах, сколько в том, как мы выходим за пределы наличной формации, которая существует. И мы все считаем, что мы рациональные наблюдатели, и мы рациональные люди, и мы можем действовать прагматично, исходя из правил, потому что какая разница, как нам эту игру назвать, да? И потому что роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Выясняется, что на самом деле, если розу назвать иначе, она для вас будет пахнет уже не совсем розой. Или если вы смотрели серию программ «Игры разума» по National Geographic, то там предлагали прекрасный, замечательный такой вкусный бисквит, который был выпечен в форме собачьих какашек. Невкусный бисквит. Невкусный бисквит. Хотя без бисквит то же самое, да? И какая разница, какую форму он имеет? Имеет. Человек выходит за пределы информации, когда на него взял, и реагирует не только на то, что он видит, чувствует и так далее, но и то, что он добавляет к собственному восприятию. Да. Я выхожу в землю туда. Ну, смотрите. Давайте я когда-нибудь рукуюсь. Вот наглядный такой пример, когда сравнивали вгляды сторонников либеральных и консервативных взглядов Соединенных Штатов. Там есть демократы и республиканцы, есть либералы и консерваторы. Мы видим, что в действительном восприятии разница между ними, то есть самооценка их, это черные кружочки и треугольники, она практически не отличается. Но при этом, когда мы смотрим восприятие либералов, мы видим следующую вещь. И то же самое нам тоже восприятие консерваторов. Мы считаем, что они куда больше консервативны, если мы либералы, чем на самом деле есть. Но при этом есть еще одна интересная особенность. Когда мы оцениваем своих, мы понимаем, что среди наших типичные, они более фанатичны, но я-то не такой фанатик, как остальные, я-то придерживаюсь более умеренной точки зрения. И в итоге в моем сознании позиции намного более поляризованы, чем они есть на самом деле. Потому что я воспринимаю и домысливаю то, что я слышу от них в контексте того образа, который существует. Давайте пойдем дальше. Если мы говорим про поиск справедливости, вот тут возникает проблема при разрешении противоречий. То есть мы с вами понимаем, что мы вообще-то выходим за определенную информацию, и поэтому прошлое у каждого свое. И нет ничего хуже при разрешении таких противоречий, как пытаться восстановить справедливость. Потому что каждая сторона будет считать, что именно она оказывается более обиженной и более ущемленной, что, собственно, они пострадали больше, что они ничего не требуют сверх того, что имеют на это право, а вот другая сторона, да, вот, она как бы считает другого. Поэтому именно вашей интересы больше всего нуждаются в компенсации. Что с этим делать? Соответственно, Рос и Лорд говорят о том, что если мы хотим действительно искать пути примирения, куда более конструктивной стратегией при разрешении социальных противоречий является не поиск и восстановление справедливости, нет, назад надо было, да, а поиск компромиссов поиска статус-кво и сохранение статус-кво. То есть стоит признать, что вот то, что было, оно было. Несправедливость свершилась, и она вот, ну, свершилась. Ее сейчас обратно не отыграешь. И важно не сделать ситуацию хуже, чем она есть сейчас. Потому что, если мы начинаем искать справедливость, то каждая сторона начинает расточивать этот маховик, и эта несправедливость, на самом деле, воспринимаемая становится, ну, то есть начинается просто эскалация несправедливости, которая есть. Вот конструктивная особенность – признать, что да, несправедливость была, давайте постараемся дальше ее не допускать, да. Почему с этим так сложно бороться? Потому что, конечно же, есть предупреждение по поводу того, насколько вы сами обладаете теми или иными особенностями. И то же самое касается наивного реализма. Даже если я вам сейчас рассказал, как люди уходят в определенную информацию, скорее всего, у вас возникнет следующая вещь. Вы теперь про это знаете, вы теперь будете про это думать, и поэтому вы теперь чуть более рациональны, чем остальные. Понимаете? И это универсальная штука, потому что вот еще одно исследование, которое коллега Веробцева была сделана уже в начале 2000-х годов. Детку колледжа предлагалось оценить себя и средний уровень среди всех студентов по 8ми характеристикам. И это ответ, соответственно, вы. Видите, вот они отдельно говорят, насколько они склонны прокрастинацией, насколько в средних студентов склонны прокрастинация, насколько они боятся уличных выступлений, насколько они для других людей боятся уличных выступлений. То же самое было сделано в меду студентов колледжа, когда спрашивали про вас и про типичного американца, с другими правилами своих штатов. Результаты те же самые. Соответственно, в данном случае, когда мы говорим про вот эти вот вещи, то в данном случае мы видим, что оценки сильно не совпадают. Так-так-так-так, чуть-чуть перепутанная первая шкала на самом деле. Я неправильно совместил скриншоты с двух результатов, я прошу прощения. Но в общем-то, я думаю, понятно. Мы считаем, что мы словно будут растетаться, но не так, как другие. Мы считаем, что, да, если бы я, наверное, боюсь уличных выступлений, но в среднем люди боятся больше, чем я. Хотя есть, конечно, те, которые считают, что они очень боятся уличных выступлений. Так и бывает. То есть, нам кажется, что да, люди бывают нерациональными, люди бывают предвзято, люди страдают от усовных подтверждений, но не так сильно, как в среднем. И это некоторые факты, которые существуют. Можно делать следующую вещь. Можно сказать, стройку официально по системе писать. Как вы думаете, сколько человек в этой аудитории у них у вас? Средние 50. Давайте дальше. Какой из этого всего и делает вывод? Росу можно сказать следующее. Что они советуют, так сказать, у знакомого, несколько наивного, но милосердного предположения, что как-то люди ведут себя каким-то вызывающим образом, который оскарбляет вас, который сильно произволяет ваше убеждение. И это касается многих вопросов. Например, исследования, которые проводили, касались такие дискуссионных вопросов, как, во-первых, право на женщин и народ. Здесь очень резко говорили. Или про то, следует ли разрешить или запретить смертную казнь. Или ношение оружия. Особенно в южных американских штабах это очень ритуальный вопрос. Так вот, они, так сказать, из-за того, что в принципе-то люди, скорее всего, исходят из похожих с вами ценностей и убеждений. Но при этом, что они самые важные убеждения не разделяют. Потому что это можно показать, что и для сторонников, и для противников аборта ценность человеческой жизни важна в равной степени. Они просто по-разному ее понимают. Когда говорят, что такое право человека на жизнь, это и право на жизнь сохранить плод, и это право распоряжаться собственным темам. То есть это вообще-то про одно и то же речь, просто люди очень по-разному это понимают. Давайте дальше. И что эти ценности, скорее всего, точно так же разделяются и вашими противниками. Может быть с некоторыми небольшими расхождениями, но в целом вы вообще-то скорее сходите. И, соответственно, если вам кажется, что другие поступают неразумно, странно и несовестно предвзято, до тех пор, пока у вас не будет явным доказательством того, что они явно предвзяты, или еще, старайтесь все-таки выдаваться этому объяснению, что это они такие, они определённые. Скорее всего, они по-другому существуют слова, которые вы говорите, которые вы показываете, и слышат немножко не то, что вы слышите, выходя из-за того, что вы слышите, выходя из-за того, что вы слышите.